Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и мы продолжаем тестировать новинки шестого каталога Фоберлик. Итак, поехали! Начнем мы с вами с новинки спрея пятновыводителя, его артикул 301.53. Заявлено, что он справляется даже со сложными и застарелыми пятнами. Мне прям не терпится потестировать, потому что со спреем пятновыводителем из линейки Хоум я не подружилась. Он мне не выводил абсолютно ничего, поэтому хочется потестировать этот. Здесь у нас с вами распылитель, это линейка Соу Ян. И на что мы будем с вами распылять? Смотрите, вот это такая летняя курточка, рукава. Это пятна застарелые, они не сегодняшние, они не вчерашние. Специально оставила, вот здесь вот такие пятна у нас есть. Так, где-то я здесь еще видела, вот здесь непонятно от чего. И перед стиркой, сейчас мы будем с вами их обрабатывать. У нас по инструкции нанести средство на пятно на 15-30 минут, протереть слегка увлажненной тряпкой до устранения ореола, затем протереть сухой, а это обивка, господи, не то читаю. За 15-30 минут до начала стирки распылить средство на пятна или загрязненные места сухого изделия, сухого, до их хорошей увлажненности слегка потереть, оставить на время, затем постирать как обычно. Что ж, написано, что засаленные от жира пищевые пятна, чай, кофе, трава, жирные крахмальные соусы под ручка тушь. То есть все это у нас с вами должно вводить. На основе зеленого мыла написано и какого-то ореха природных энзимов. Проверим, проверим. Я буду выдерживать по максимуму прям 30 минут, потому что мне не верится. До хорошего увлажнения и слегка потереть даже написано. Смотрите, пенка. Небольшая такая пеночка у нас есть, присутствует. Сейчас все хорошо запшикало, полчаса прям за секунду будет лежать по максимуму. И посмотрим, как справиться. Запоминайте, где пятна, вот это для кармана. До хорошего увлажнения. То есть если пятен много, как у меня сегодня, то расход прям большой, уже палец заболел пшикать. Вот этот рукав, вообще я не пойму в чем. Что это за какие-то рыжие пятна? Вообще непонятно. Следует запшикало. Мне, мне кажется, ушло полфлакона, наверное. Одна-треть точно, потому что тут на рукавах вообще живого места нет. Вот такое вот тут все дело. Они все рукава, вот в чем-то непонятно в чем. Полчаса лежит, потом будем стирать, потом будем с вами смотреть. Я вот тут вверху еще нашла какое-то пятно. Вот в самом верху. Вы видите, такое довольно сильное загрязнение. Проверим. Пока у нас кофта замачивается, мы будем с вами тестировать пудру, которая мне просто повергла в шок во время обзора заказа. Вы видели. Это у нас с вами линейка Ицкологен. Рассыпчатая, разглаживающая пудра Блёр. Она прям вот реально Блёр. Она Блёр. Я не ожидала, что вообще пудры такими могут быть. Артикул 68-30. Мне на данный момент печально, что печально, что она только в одном оттенке. Хотелось бы другой, потому что все-таки оттенок у пудры есть. Он реально есть, он на коже виден. Это достаточно светлая пудра. Несмотря на то, что у меня более-менее светлая кожа, я пользуюсь автозагаром и люблю, когда лицо немножко все равно загорелое. Мне нравится больше терпеть. Я не могу вот эту бледнокожность всякую. Поэтому она мне вот слегка выбеливает. Приходится потом вот контурингом немножко все это дело подправлять. Я уже ее носила. Носила неоднократно. Носила двумя способами. И сейчас мы с вами будем тестировать третий. Третий способ. Сейчас у меня на лице ничего нет. Ни тона, ничего. Ни консильдеров, ничего. Поблескиваю даже на сунь. Тепло. Я ее наносила вот этой пуховочкой, которая идет в комплекте. На тон. Точнее на кушон. Я ее наносила кистью на тон. И что могу сказать? При нанесении пуховочкой блюрится отлично. Морщинки как будто заполняются, как будто все сглаживается. Все выглядит идеально. Вообще просто шикарно. Эффект фотошопа. Но при ближайшем рассмотрении, даже не совсем ближайшем, а вот стоишь, смотришь на себя в зеркало, видно эффект маски присутствует. Поэтому мне не очень такой способ понравился. Но я вообще сейчас уже весной отхожу от всяких тональных средств и так далее. Но пудра иногда имеет место быть, поэтому... Да. Когда наносила ее кистью, такого эффекта маски не было. Но все равно. Я все равно вижу, допустим, когда я пользуюсь кушоном, я не вижу, что у меня на лице что-то есть. То есть я в плотную зеркало подхожу, я не увижу. Никто не увидит. А когда кушон с пудрой, все равно я вижу, что есть на лице какое-то тонирующее средство. Поэтому я сейчас хочу попробовать вместе с вами третий способ нанести на лицо без основы, без тонирующего средства, только пудру. И как это все дело будет выглядеть. Причем мы сейчас с вами на одну сторону нанесем пуховкой, на вторую сторону нанесем кистью и попробуем сравним. Мне вот именно такой эффект интересен. Без тонального средства. Так, поехали. Пуховка набирает достаточно много. Пудра сделана по типу корейской. Здесь сеточка. Мы промакиваем пуховочку. Она набирает много продукта. Можно отряхнуть прям. И начинаем припудриваться. Сейчас я зеркальце возьму. Начинаем припудриваться там, где нам надо. Вот смотрите. Я когда наносила на лицо, у меня прям даже мимические морщинки, вот эта носогубочка, сглаживалась почти в ноль. Ну шок. Вот, правда, я таких пудр еще не встречала. Ага. Вот, видите, опять носогубка стираться начала. Вот действительно, эта пудра, она такие чудеса творит. Но, вот опять, при нанесении пуховкой я ее вижу. И она мне выбеливает. Давайте прям четко половину лица с вами сделаем и посмотрим. Вот, но она меня выбеливает. Поэтому я не очень люблю такой эффект. Бледнокожим девочкам, конечно, подойдет. Мне хочется, чтобы был второй оттенок такой пудры, вот потемнее, если честно. Вот тут вот морщинки тоже мимические. Все выравнивает. Вот уже разница есть, да? Видно, что заблюрена сторона. Классный эффект, конечно. Прям потрясающий. Как будто вот морщинка заполняется и разглаживается. Вот, смотрите, носогубка. Видите разницу? И это на камеру. У меня здесь вам еще освещение плохое. А я без камеры вообще тут в шоке стою. Так, и лоп сейчас ложечку. Половинку тоже. С вами пройдемся. Половинку носа. Не знаю, как это получится. Но попробуем. Она в поры не сбивается. Она их не подчеркивает. Она их затирает, вот как было на руке. Особенно, вот если вот такими движениями делать, она их затирает. Они вот становятся менее заметные какие-то. Вот этот эффект тоже понравился очень. Вот если вот такими круговыми движениями делать, то она их затирает. Очень интересный, конечно, эффект. Я хочу сказать сразу, мне в любом случае вот так нравится больше, чем на тон. То есть я на себя смотрю и вижу, что я почти не вижу тонального средства на своем лице, ну, пудр точнее, с тоном как-то вот мне не очень нравилось. Борщинки затирались. Все в этом плане было отлично. Но вот видно было, что есть что-то на лице. А если пудру одностоятельно, то прям классно. Прям вот классно. Мне нравится так больше. Без тона ее использовать. Она выравнивает тон. Видите, она совершенно убирает весь блеск. То есть лицо абсолютно матовое и разглаженное. Чудо, а не пудра. Теперь мы с вами берем кисть. Я также ее промакиваю. Видите, как промакиваю. И вторую половину лица будем пробовать кистью. Носогубки. Но тут такого эффекта, конечно, не будет. Мне почему-то кажется, вот здесь фишка именно в этом эффекте затирания. Попробуем побольше на носогубку нанести. Ну, сейчас сравним. Хотя тоже очень неплохо. То есть совсем легкое, тонкое, невесомое покрытие. Но я, в принципе, не вижу разницы между двумя половинками. Носогубка только здесь все равно, видите, больше выделяется. Мы ее не затерли. Но такие места можно пуховочкой затирать. А в целом все лицо, где нам ничего затирать не надо, можно просто легонечко вот так вот кисточкой пройтись. Я, кстати, пробовала на декольте, потому что есть у меня здесь эти кольца Венера. Я пробовала. Затрется? Нет. Ну, конечно, чудес не случилось. Но все равно в любом случае лучше. Ну, вот, смотрите. То есть тут носогубку не видно, тут ее еще видно. Давайте попробуем ее затереть пуховкой. Местно, так сказать, работать. Прямо вот так. Ну, вот уже получше. Сейчас еще немножко. Я не знаю, как это работает, но это работает. И не за счет высветления этого участка, как мы делаем с вами консилером, а вот именно за счет каких-то компонентов в составе. Вот тут у меня еще есть морщинка небольшая. Тоже можно затереть. Которые вот так работают. В общем, интересно. Очень интересно. Теперь можно немножко контуринга, потому что все равно выбелилось, да? Лицо выбелилось. Оно немножко пока бледнее, нежели декольте даже. И, в принципе, ходила я с ней весь день. Весь день она вот таким вот образом на лице держится. Поэтому пудра на самом деле чудесная, девчонки. Очень чудесная. Я прям рекомендую ее обязательно к рассмотрению. Я человек, который пудрами, в принципе, не пользуется. Несколько лет даже, я, по-моему, не покупала пудры. Так вот на крайний случай. Одна корейская лежала. Года лет пять ей было, наверное. Лет пять вот я изредка раз в три месяца могла использовать пудру. Все. Ну, у меня прям любовь. Прям вот хочется вторую взять и поставить в запас. Потому что, ну, эффект очень классный. Я вам все наглядно показала. Надеюсь, если вопросы какие-то остались, задавайте в комментариях по пудре. Вот. Сейчас будем с вами уже включать стирку. Ну что, смотрим. Стирала сразу, говорю, при 60 градусах. Здесь все осталось. Здесь осталось. Но здесь, я так понимаю, только перкарбонат справится. Тут осталось. Так, где у нас тут еще? Тут все осталось тоже. Она почище стала, конечно. Рукава вот здесь все с обоих сторон были грязные. Вот это все отстиралось. Вот этот рукав вообще хорошо. То есть тут какого происхождения пятна вообще непонятно. Но в целом я хочу сказать, потому как вот этот рукав выглядит, давайте второй посмотрим, очень неплохо. Вот здесь вот какое-то пятно, вот это вот осталось. Я не знаю, что это, где она уляпалась. И вот тут пятно осталось. Но их было очень много, и они отстирались. Так что мне только перкарбонат, наверное, поможет. Вот. А вот эти вот какие-то пятна остались. Вот здесь внизу осталось пятнышко. Вот это вот вообще никак. Что-то не отошло. Ну вот показываю вам результат. Я, конечно, буду с ним еще экспериментировать. И в обзоре следующего каталога обязательно отзыв свой дополню. Вот возле кармана тоже пятно осталось. Буду экспериментировать. Отзыв дополню. Здесь пятна сложные. Очень прям сложные. И они застарелые и застарелые. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ссылочка для регистрации в Фаберли, как всегда, под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.